Награждения, выступления творческих коллективов и почетные гости. Так отпраздновали 130 лет со дня образования Саковской школы. А начиналось все в селе Саково в далеком 1892 году. Тогда там появилась церковно-приходская школа. И там просто существовала эта школа достаточно долго. Перетерпела годы войны. И только в 50-е годы, когда здесь на территории Чеприкова начался строить поселок для работников рыбокомбината, сюда решили перенести школу и построили новое здание из белого кирпича, которое мы можем увидеть в окна нашей школы. Когда в новом одноэтажном здании стало тесно, в 70-е годы к нему пристроили три этажа и спортзал. Через 20 лет поселок разросся еще больше. Тогда было принято решение построить новое здание, которое служит по сей день. Я уходила из школы в 82-м году. У нас в классе было всего 17 детей. А в 86-м году я пришла работать в школу. Уже параллель мы набрали два класса по 29 человек. То есть вот так за 4 года выросло количество детей в поселке. Светлана Владимировна и сама выпускница этой школы. За годы существования учебного заведения здесь уже сложилась традиция возвращаться в родные стены в статусе учителя. Сегодня здесь работает 9 бывших учеников разноготов выпуска. В историческом музее школы собрали фотографии и атрибутику разных лет существования образовательного учреждения. Сегодня, спустя 130 лет, школа шагнула далеко вперед. Здесь развивается национальный проект России «Точка роста». Ребята в рамках неклассной деятельности собирают конструкторы, запускают кадрокоптеры, печатают фигуры на 3D-принтере и работают в виртуальном мире. Я сейчас делаю кота при помощи программы в очках виртуальной реальности. Я этим занимаюсь уже один год в общеобразовательном таком кружке, как «Точка роста». Раньше я занимался моделированием при помощи программы «Блендер» просто на компьютере. Но так как у нас в школе появилась новая аппаратура, мне предложили попробовать этим заниматься в очках виртуальной реальности. В честь внушительной круглой даты гостей праздника пригласили в актовый зал, где выступили творческие школьные коллективы с вокальными и танцевальными номерами. Поздравить со знаменательным событием коллектив Осаковской школы и вручить им заслуженные награды на сцену вышли почетные гости. Заместитель начальника теруправления Кубинка Наталья Новикова Одинцовские депутаты-единороссы Татьяна Одинцова и Владимир Веницкий и другие. Хочется вас всех поздравить сегодня замечательной, необыкновенно красивой даты. 130 лет с дня создания этой образовательной организации. Действительно, начиналась она очень скромно, маленьким домиком, сельским. И выросла вот в такое большое, хорошее образовательное учреждение со своими традициями. Ольга Дмитриева, Юлия Михайлова, телекомпания Одинцова.